как настроение все отлично хорошо так как сказали меня зовут александр я работаю технологом самарской студии dominion собственно что я делаю я пишу код пишу код слушаю других людей которые хотят чтобы написал для них код и пишу кодлин сегодня я хочу поговорить с вами возможно рассказать вам какие-то простые возможно даже очевидные вещи которые на собственном опыте я узнал в процессе работы которые были для меня полезны возможно будут полезны вам пока вы будете работать со своими проектами будем говорить о достаточно общих вещах я не буду куда-то углубляться в какие-нибудь глубины айтишные не будем говорить про языки программирования про то что сейчас модно и интересно про big data как ничего это не будем ничего этого обсуждать просто поговорим про айти про эти специалистов про то как работать с ними в команде как работать на таких как бы коротких таких коротких промежутках времени как как хакатон то есть это буквально вас будет два вечера на разработку проекта поэтому это достаточно очень мало времени так скажем для разработки проекта своего и нужно некоторые вещи учитывать кое-что знать у нас сегодня прям день когда все падает ручки падают хорошо люди не падают все спасибо так презентация будет ну как сказал как достаточно общее даже возможно слишком поверхностно может кому-то покажет если у вас будут возникать какие-то вопросы в процессе как бы не стесняйтесь прерывайте подымайте руки я споткнусь смотрю на вас и вы скажете свой вопрос а я вам возможно отвечу на него возможно нет если вопрос будет интересно как бы для всех мы возможно даже опустим часть презентации просто поговорим с вами чтобы все услышали ваши вопросы услышали мой ответ и получили много много пользы от этого вот собственно презентации и тема моего доклада это разработка формате хакатон идея как первоначальная была это рассказать о том как сделать рабочий прототип за выходные но потом я как-то подумал что это слишком сложно будет слишком мало времени рассказывать о том какие инструменты был бы как бы круто использовать и чем было вообще интересно пользоваться посмотрел в программе там будет мастер-класс сегодня же как бы чуть позже отдельный человек будет рассказывать о том как прототипы делать и поэтому я немножко переработал свою презентацию так что будем вместе изучать и вместе поговорим о том что будет в ней собственно о чем будем говорить сначала коротко поговорим о том чем эти специалисты могут быть полезны в гражданских проектах ну вообще подумаем вместе кто же такие специалисты на самом деле возможно сделаем конить открытие для себя кто же эти люди сразу же следом подумаем кто такой программист и зачем он возможно вам будет нужен в проекте возможно и не нужен возможно вы решите что программисты совершенно бесполезные люди вы сможете проект без них сделать после этого перейдем к вопросу о том как работать в команде обсудим пару практик возможных хороших и не очень хороших как бы не очень хорошие практики тоже нужно знать чтобы избежать их избежать их этих ошибок которые могут возникнуть ну и в конце ответим на один как бы простой вопрос возможно который опять же будет интересен что нам в итоге нужно будет получить воскресенье прототип нашего вашего продукта или минимальный жизнеспособный продукт собственно айти-специалисты ответить на вопрос какие-то специалисты идем в поисковую систему яндекс google вбиваем айти-специалисты хотим видеть их в лицо открываем раздел картинки и смотрим вот эти эти замечательные люди по мнению яндекса айти-специалисты что у них общего у них общего компьютер да ну я как бы тоже попытался отстраниться всего этого смотрю на эти картинки думаю кто же эти люди все какие-то мужики сидят за компьютерами что-то делают непонятное ну как бы не будем говорить что все эти специалисты это мужчины ну скажем это люди которые занимаются чем-то сидя за компьютером вот и ну я сделал для себя как бы три таких вопроса то есть айти-специалисты это и айти в частности это что-то связанное с компьютерами можно сказать и так можно сказать что это стойкая такая образ айти-специалиста который сложился в современном мире что все эти специалисты как-то взаимодействует с компьютерами на самом деле это не так и вот последний пункт раскрывает такой секрет можно сказать что эти специалисты они взаимодействуют с и с информацией и аббревиатура айти-специалист некоторые люди расшифровывают ее как айти как интернет-технологии на самом деле айти это информационные технологии то есть это люди которые взаимодействуют с информацией преобразуют ее и так уж получилось что в современном мире в основном информацию преобразуют и работают с информацией посредством компьютеров и всяких компьютерных технологий опять же все люди что-то сидят делать за компьютером у кого-то открыт браузер у кого-то там еще что-то и поэтому еще одно стойкая мысль которая возникает возникает при рассуждении о том кто же такие эти специалисты что айти это что-то связанность что-то связанное с интернетом в какой-то в какой-то мере это действительно так потому что опять же мы уже раскрыли как главный секрет что айти это информация а в современном мире обмен информацией основном осуществляется через интернет как бы так получилось что это такая очень удобная штука чтобы обмениваться информацией чтобы получать ее хранить передавать и делать много интересных вещей вот собственно чем на практике в моем случае там за последние 10 лет пока я занимаюсь эти чем я какой-то специалист занимался чем занимались мои коллеги и чем в принципе большую часть времени занимается любой айтишник это какая-то автоматизация типовых работ и процессов опять же предыдущий докладчик как бы говорил о том что он в процессе исследований были обработаны огромное количество фотографий из фликера то есть вот какая-то математика возможно сбор информации обработка информации обмен информации то есть все что связано с какие с каким-то взаимодействием с информацией этим приходится заниматься если прям по пунктам идти то есть автоматизация типовых работ и процессов это например нам надо платить налоги там каждый год каждый месяц оплачивать квитанции за электричество там за газ за воду это по идее типовые работы которые можно было бы автоматизировать и там айти специалист вторгается в эту отрасль и говорит а давайте мы будем оцифровывать ваши квитанции вы будете их хранить у себя на компьютере и как бы быстренько оплачивать онлайн через интернет дальше сбор информации это как я уже говорил например с предыдущего доклада это сбор информации о каких-то объектах в городе там берем какую-нибудь социальную сеть говорим мы хотим найти людей которые последние два месяца путешествовали по самаре и оставили какие-нибудь заметки о том как бы что было интересно в городе оставили фотографии поделились с друзьями опять же приходим к эти специалисты говорим хотим такую информацию он предлагает вам какие-то варианты решения либо сам уже ищет эту информацию либо находит другого эти специалисты который будет с вами работать хранение обработка информации то есть вот эти вот данные которые вы собрали получили надо где-то хранить как-то обрабатывать например та же поисковая система яндекс каждый день не ходит по всем сайтам интернете собирает кучу информации где-то ее надо всю хранить как-то ее надо обрабатывать вы заходите на сайт яндекса вбиваете мягкие пушистые котики нажимаете enter этот запрос отправляется в яндекс он опять же обрабатывается выдается вам все это тоже айтишники как-то придумали запустили она работает и обмен информации вот эти все вы открываете свой телефон он у вас по вайфаю общается с какими-нибудь серверами в амстердаме вы получаете оттуда информацию вот это вот все тоже айти 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 в итоге почти все проблемы которые пытаются вручить айти специалисту для решения они сводятся в основном к сбору информации или к обработке информации инструменты так как это айти специалист то обычные инструменты которые он использует для решения этих проблем это какие-то компьютерные технологии потому что это очень удобно при помощи компьютера считать кучу кучу всего процесс решения проблемы это аналитика и разработка аналитика возможно есть специальные люди которые вместе с вами обсудит вашу проблему и скажут что ее невозможно решить и вам лучше вообще не соваться другим айти специалистам или скажу что все круто и давайте что-нибудь разработаем чтобы все это дело решилось в результате мы получаем какой-то программный продукт сайт приложение еще что то что решает нашу изначальную проблему собственно айти специалисты в итоге получаются такие айти супермены влетели куда захотели любую проблему решили отдали и компьютер он все посчитал мы получили сайт отлично все работает на самом деле это такая скорее профессиональная деформация у эти специалистов как бы например я занимаюсь разработкой сайтов там последние пять лет и соответственно любую проблему которую мне озвучивают у меня сразу возникает мысль в голове надо решить с помощью сайта ко мне приходит знакомый говорит вот там во дворе типа нет парковочных мест надо как-то парковать машину все очень плохо у меня сразу в голове надо сделать сайт для этого обязательно сайт по-другому никак не решить вот поэтому иногда иногда лучше не слушать эти специалисты потому что они они хотят все решить с помощью сайтов приложений каких-то огромных сервисов которые возможно будут вам и не и не нужны поэтому как бы лучше без сложности если вам надо найти x то вот он x и не надо писать сайт для того чтобы найти вот эти специалисты вот эти специалисты собственно бывают разные техподдержкой тоже эти специалисты и у них иногда бывает очень просто надо просто включить и выключить и все будет нормально вот собственно эти специалисты простонародье программисты нужны ли они нам у меня есть проект вот замечательный актер смотрит и думает а нужен ли ему программист его проекте если короткий ответ да нет наверное не знаю потому что все зависит от вашего конкретного проекта и какие-то задачи как я уже говорил отлично решаются с помощью айти эти задачи в основном связаны с обработкой информации и вот они отлично решаются то есть если что-то можно автоматизировать что-то откуда собрать обработать то это пойти супер если вам надо изучить забор который построен середине самары то если вы придете кайте специалисту он скажет давайте попробуем фоточки из инстаграма достать и посмотреть как он выглядит то есть вы можете потратить два месяца на то чтобы зайти специалистом решить эту проблему или просто пойти за пять минут пройти вдоль забора и сделать несколько фотографий так что да нет наверное не знаю собственно программисты в простонародье ты же программисты сложилось такое мнение что программист может лишить любую проблему и есть даже такая как бы шутка что приходит как девочка программисты подчини мне стул он говорит а зачем я буду чинить тебе стул я же программист он говорит ну как ты же занимаешься компьютерами а стул компьютерный почини мне стул так что как бы ты же программисты если коротко и опять же брать какие-то популярные картинки из интернета то вот ты же программист всегда свободен все бесплатно взлом страничек установка windows чинем утюги обычный программист ничего не знает всегда занят еще хочет денег за это и какие-то непонятные слова еще обычно произносит вот и собственно было бы круто в свой проект получить такого вот ты же программиста который все сделает вам вы ему говорите там у меня есть вот такая проблема и мне надо сделать приложение для моего телефона чтобы она эту проблему решала он все отлично за два дня сделает супер все будет работать и через два дня вы скорее всего не увидите вот придете к обычным программисту он скажет у друг тут работы на два года тебе надо написать длинное длинное тех задания тебе надо все дело обсудить и возможно через три месяца мы с тобой вместе решим что тебе не надо вообще этого как ничего делать и ты просто заплатил мне денег и мы с тобой потратили время на то чтобы вместе понять что как бы ничего делать не надо вот а если серьезно то можно перенестись от как бы разговоров о программистах и о каких-то программных продуктах и например подумать о том что у вас есть проект вы хотите попасть на вечеринку на другом конце города на какую-то встречу как бы друзьями и просто идем сверху вниз нам по идее нужен автомобиль чтобы попасть на другой конец города ну да возможно нужен нам нужен автомобиль с водителем ну наверное с водителем если мы хотим еще и выпить на вечеринке был неплохо а сами мы как бы автомобиль вводим ну нет наверное поэтому нам и нужен водитель либо мы вводим и нам бы хотелось чтобы нас подвезли а потом мы пешком дойдем либо наброс у нас забрали оттуда вот собственно если все так сложно с водителем и с автомобилями может лучше пешком пойти может нам не нужен этот автомобиль этот программист этот сайт это приложение может можно как-то по-другому решить сходить пешком на другой конец города в конце концов сходить выйти там сделать две фотографии а не обрабатывать данные из миллион фотографий из какой-то там известной социальной сети вот а может нам вообще не надо никуда ходить и можем просто позвонить пообщаться с друзьями а может мы вообще не хотим никуда ехать и предложим всем собраться у нас дома и как бы все будет нормально вот а может они и как бы совсем без вас обойдутся точно так же с эти проектом программист нужен нет не знаю а сам я смогу что-нибудь сделать из того что может сделать программист мне нужен сайт возможно я сделаю его сам быстро и имени надо как бы никого привлекать никуда а может мне не нужен сайт а может уже кто-то сделал сайт и я могу просто прийти к нему и сказать и приятель тебя отличный сайт а можно я размещу здесь свою информацию и все будет как бы супер собственно это было про программистов айти специалистов нужны они нам или нет и дальше пойдем поговорим о том как работать в команде с такими людьми как программисты ну то есть можно сделать вывод из всего этого 20 минутного разговора о том что вроде как программист нам и нужен возможно он даже нам как-то поможет в нашей команде и нам надо как-то с ним будет работать будем мы с ним работать вдвоем или нас будет там пять семь человек но будем считать что это команда и нам надо как с ним взаимодействовать обычное взаимодействие айти специалистов между собой и с другими людьми выглядит как то так то есть изначально мы хотели сделать что то такое написали в техническом задании что то такое в итоге спроектировали что то такое реализовали программисты вообще не понятно что невозможно кататься добавили пару костылей вроде работает а потом в конце вспомнили что было подлично вообще вот так сделать и вот эти вот все три четыре пункта выше куда-то улетели в молоко бывает вот так вроде хотели сделать кота все спрогнозировали спроектировали там по процентам разбили по времени все супер запустили первую версию кота чё то не хватает да у кота потестировали не хватает задних ног а передние лишние диван постоянно царапает очень неудобно в итоге получили приложение презентация воскресенье у нас не кошка у нас тигр покупайте наших котов в итоге забыли что хотели сделать добавили пару улучшений очень любим свой продукт вот хотя очень очень не похоже на то что хотели сделать собственно это основные проблемы и основные неудобства при работе в команде что информация проходит через пускай даже не многих а нескольких людей информация деформируется теряется основная идея где-то кто-то привносит свои идеи кто-то говорит что вроде мы как в начале хотели сделать приложение было бы круто чтобы там можно было еще и фоточки присылать друг другу а было круто что там еще и форум был а давайте сделаем чтоб еще и там я не знаю его телепрограмма телевизора была внутри тоже круто а в итоге очень любим и пользуемся вот это о том как мы взаимодействуем в основном вся разработка последнее время пришла к такой мысли к такому решению что очень круто разработка разрабатывать итерациями и в основном вся разработка всех продуктов сейчас выглядит как-то так то есть у нас есть сколько-то итерации течение которых мы работаем и каждая итерация делится на какие-то шаги там планирования какие-то требования отдали в дизайн написали код по тестировали и вернули и вот так вот там пять семь десять итераций проблема всех этих вещей в том что это занимает как бы очень много времени то есть одна итерация в лучшем случае будет длиться там месяц в худшем случае может растянуться на год вот собственно реальность это что вы успеете сделать в течение хакатона то есть у вас получится какая-то часть первой итерации возможно а в реальности вы просто всего по кусочкам захватите там немножко поработайте над требованием если у удастся захватить дизайнер к себе в команду здесь вот кусочек дизайна если у вас будет хоть программист внутри еще и код напишет тестировать скорее ничего не успеете воскресенье будет презентация во время работы в любой непонятной ситуации останавливаемся и пытаемся ответить себе на ряд вопросов вы сейчас чем-то занимаетесь а если у вас временное решение того как бы что вы сейчас делаете а можете ли вы это сделать именно сейчас именно теми силами и средствами которые у вас есть а может ли вы это не делать сейчас может ли вы это отложить на потом а может ли вы сейчас остановиться и сказать что я уже закончил делать вот эту вот штуку и могу перейти к следующей а это мне понадобится для моей презентации воскресенье как бы то что я пытаюсь сделать а это вообще понятно кому-то кроме меня что я сейчас сделал или мне надо все переделать и как бы лучше вообще не браться за то что я сейчас делаю основные фразы с которых начинается понимание того что сейчас мы потратим очень много времени если вы в команде общаетесь между собой кто-то из вас говорит у меня есть в общем пара вариантов сейчас я все попробую это говорит о том что в ближайшие полчаса человек просто пропадет будет заниматься не пойми чем и скорее всего что-то сделает еще и не так поэтому слышите такое лучше остановиться это некрасиво спора о том что красиво некрасиво решение дизайн идея это тоже все очень темная такая сторона работы над проектом лучше туда даже не соваться в эти два дня еще одна фраза нет давай еще подумаем то есть выходит предложение сделали какое-то решение сказали вот эту штуку можно сделать так и давайте сделаем а тебе как бы твой коллега говорит нет давай еще подумал как это может сделать по-другому скорее всего вы просто потратите еще полчаса на то чтобы подумать что а первоначальные решения в принципе работает давайте его и будем делать еще одна фраза я где-то читал что вот штука просто отлично работает это говорит о том что как бы человек сейчас уйдет в какую-то сферу в которой он в принципе и не разбирается он где-то просто прочитал что это какая-то прикольная штука там и было бы круто ее использовать и скорее всего у вас не получится использовать скорее всего все будет плохо и как бы реально утечет время куда-то непонятно еще пара фраз никогда так не делал но думаю у меня получится опять же человек уходит непонятно куда лучше его сразу остановить и прямо такая порождающая споры и ссоры внутри коллектива глупость какая-то давай части расскажу где ты не прав и когда делать на самом деле это это такая как бы вещь когда к вам в команду приходит человек который считает что он лучше вас знает ваш проект и час он вам объяснит как надо этот проект делать вот лучше сразу тоже остановиться сказать друг это мой проект давай будем делать мой проект и сделаем его все таки а не будем ругаться вот если делать выводы по всем этим фразам то у нас все приходит к тому что время тратится на ненужный функционал на погоне за красотой на попытке найти идеальное решение написать свой идеальный код придумать идеальные мысли сформировать и в идеальное приложение найти идеальную картинку бы лучше этим не заниматься на попытке использовать новые технологии инструменты то есть если вы не умеете этим пользоваться если вы этим никогда не пользовались если вы просто в этом слышали лучше это не использовать оставьте это на потом когда вы после хакатоны вместе еще раз как бы соберетесь и ты скажешь вот здесь вот было бы круто использовать вот эту вот штуку я и в принципе никогда не трогал но давай вместе типа окунемся в это болото и сделаем все классно время тратится на споры и время тратится собственно на лень поэтому исключаем спор и исключаем лень убираем новые технологии инструменты пользуемся только тем что нам надо не пытаемся сделать идеально не пытаемся сделать супер красиво и вычеркиваем все что нам не нужно для того чтобы наши идеи наш проект был понят другими людьми собственно любая командная работа в итоге должна строиться у вас на трех основных пунктах это доверие уважение терпения то есть вы должны доверять каждому члену своей команды если он говорит что он знает как это решить то вы говорите да как бы друг я тебе доверяю давай ты это сделаешь оба мы посмотрим что у нас получится вы должны с уважением относиться к своим коллегам потому что ну если этого не делать то все будет плохо и проявлять терпение как к себе так и к своим коллегам перед началом работы как бы рекомендую в команде распределить обязанности то есть если у вас есть дизайнер если у вас есть программист внутри команды если у вас есть какие-то специальные люди возможно им стоит выделить специальные специальные задачи которые они смогут решить как-то распараллелить все это дело составить какой-то план и дальше по этому плану действовать составляем примерный план работ на первые два дня возможно же на первый день и по нему работаем желательно как можно подробнее фиксируем результат который мы хотим получить в конце чтобы точно знать когда мы должны остановиться как бы желательно брать достаточно как бы самый минимальный желаемый результат который вы хотите получить возможно мы все делаете за один день если вы все делаете за один день отлично у вас будет второй день а то чтобы сделать супер интересную как бы классную презентацию своего продукта и покорить всех нас свои идеи очень желательно там раз в час раз два часа раз в 10 минут раз в минуту синхронизироваться с другими членами своей команды то есть просто подойти к своему коллеге сказать привет как тебя дела что ты делаешь на чем ты сейчас работаешь у тебя есть какие-нибудь проблемы давай поговорим обсудим возможно я знаю решение твоих проблем и возможно надо передать твою текущую задачу кому-то другому либо я возьму ее на себя то есть общение очень полезные вещи внутри команды ничего страшного если все будет плохо ничего страшного если у вас будет много костылей много велосипедов если у вас будет много жуков и все будет очень медленно работать ничего что все в порядке все нормально да собственно во время работы не забываем поспать сделать перерыв в процессе работы ну как бы поспать лучше до начала работы ну и между субботы и воскресеньем тоже бы как бы хорошо поспать иначе воскресенье все будет очень плохо сделать перерыв в процессе работы там на 5-10 минут на полчаса выйти подышать свежим воздухом покушать опять же поговорить с командой сделать резервную копию всего что вы сделали сделать вторую резервную копию на случай если первая потеряется как бы лучше ничего не удалять ничего не выкидывать даже если вам сейчас кажется что ваша идея плохая и она не будет работать возможно через два дня вы поймете что все-таки вы двигались в правильном направлении и возобновить работу на как бы той первоначальной идеи будет очень грустно если вы потеряете какие-то данные и потом просто не сможете их найти а еще печальнее если воскресенье перед презентацией вы нажмете кнопочку для лето и и все и выйдете к нам и с грустным лицом скажете что все потеряно и у вас нет проекта вот ну собственно в конце такой как бы самый главный вопрос на который вам надо будет ответить во время работы в команде что же вы хотите получить в конце прототип или так называемый минимальный жизнеспособный продукт то есть что как бы следует понимать что такое что такое минимальный жизнеспособный продукт и что такое прототип если второе это продукт который вы можете например без проблем воскресенье выложить в сеть сказать что вот эта вот штука работает у вас есть какое-то приложение которое вы можете отправить ссылочку друзьям сказать смотрите парни я сделал вот такой офигенный сайт смотри как он работает если вам не нужен слишком сложный продукт например вам хватит какого-то странички с минимальной информации о о вашем проекте продукте возможно вы можете сделать эту страничку разместите в сети и вам больше ничего не надо это будет решением вашей проблемы и вы сделаете минимальный жизнеспособный продукт если у вас все сложно и очень сложно то возможно вам нужно сделать просто прототип вашего решения что такое прототип прототип это такая штука которая вроде бы работает она может даже не запуститься у вас во время презентации будет работать с ошибками там упадет пару раз на пол но покажет всем нам что вы знаете как решить эту проблему что у вас есть это решение и вот в принципе это решение можно собрать и сейчас она вроде как и не работает и стыдно показать его друзьям и маме фотографии не отправишь не скажешь мало смотри какой хороший вот и лучше вообще спрятаться эту штуку но она работает и это решение вашей проблемы вот возможно вам поначалу покажется что вы сможете сделать продукт как бы к воскресенью но на самом деле может сделать попроще продукт вам хочется сделать приложение а может не надо приложение может вам хватит просто пару картиночек нарисовать и показать всем нам чтобы мы поняли о чем будет ваш проект а может может сделать еще проще может вопрос за два дня сделать и только презентацию и как бы расскажете о том что вы хотите сделать а потом уже после хакатона вместе соберетесь и все это сделаете а достаточно ли понятно опять будет ваш прототип или ваш продукт вот если вы как-то как бы для себя через все эти вопросы прошли ответили и в принципе придет понимание того что вы хотите сделать то есть никто вам со стороны не скажет там я или другой специалист не подойдет и не скажет а вот ваша задача она такого плана что вам лучше сделать прототип сегодня а вам лучше сделать минимально этот продукт жизнеспособный вы для себя внутри как бы прогоняете свою идею по этому кольцу может она слишком сложная а может она очень сложная может попроще а если еще проще а может не так понятно а я вот вроде передел что было понятно но стало как это сложнее да наверное или не очень сложно и вот когда вы каком-то решение для себя придете в принципе у вас в голове щелкнет что вот вот это точно как бы лучше сделать прототипом вот это вот стопудово из лучше сделать какой-то продукт который сразу отправим воскресенье и будем с ним работать вот собственно разговоры о продуктах и прототипах и ненужном функционале вот немного жестоко но по делу лучше не делать швейцарский нож не пытаться что-то не как бы невообразимое если можно воспользоваться просто как бы лезвием даже возможно этому парню даже как бы рукоятка на ноже было не нужно или какой-нибудь отвертка ему подошла или гвоздь вообще найден на улице спасибо как сумбурно получилось но я надеюсь было интересно